ну вот это уже новый день 25 сентября 14 года вот значит я вскрыл этот подвал который вокруг этот коридор назовем его технологический или технический коридор который идет вокруг бассейна и вот как это выглядит вот сейчас я с трактора с этого экскаватора спущусь вот такая фигня вот это вот вентиляция шла полностью вот самое интересное что вот посмотрите вот это уже стенки бассейна вон он бассейн и вот это стенки бассейна здесь эта часть мелкая глубокая там в той стороне и вот он стоит на столбах это пока дубль раз потом я еще сделаю буду грызть грызть буду дальше вот это вот вон там труба торчит если видно кусок трубы это наверное когда бассейн переполняется как ванной есть контрольное такое отверстие если вдруг переполняется чтобы стекала они там наверное подсоединялись еще какому-то центральной трубе и куда-то все это уходило и вот здесь вот судя по всему по этому коридорчику потому что еще вот за этим основным фундаментом самого здания нашли вот еще вот вышел ушел еще вот этот вот подвал в нем были мастерские раздевалки еще какие-то там моторы стояли и так далее это все идет вокруг всего периметра и вот скажем так их два таких скажем контура вот интересно еще вот эта свая на которой стоит вся эта крыша вон она как треснула если видно трещина идет до самой земли елки-палки поэтому я и говорю кто так строит построили то ладно дело все в том что здесь сырость постоянная и вот здесь человек наверно специальный ходил и постоянно посмотрел как там это самое бассейн текет или нет вот здесь коридор пошире потому что здесь вентиляционная это фигня идет труба квадратная жестяная ну вот пока все потом еще будет вы видите какая что это за труба я все тоже что это за гнилые за трубы здесь такие вылазит прямо из-под пола вот они оказываются в чем дело это подогрев пола это вот эта вот вся тропинка которая шла вокруг бассейна между стенкой бассейна и самим бассейном где люди бегали она была подогреваемая по ней наверное текла теплая вода я помню мы ходили в риге был такой бассейн там же были общественные бани варовиксны радуга переводе на русский язык очень мощное такое сооружение мне все время туда страшно было ходить на такое ощущение было что все это рухнет бани бассейны мы туда еще я в школе учился пацаном и школа взяла абонент по классам мы туда ходили я все думал теплый пол просто босиком бегали полы теплые так вот она в чем дело оказывается вот как достигалась вот это вот подогрев пола хотя судя по всему все таки вот тут туда в ту сторону и вдоль той стенки наверно не было в основном подогрев был вот в торцах откуда наверное прыгали в воду судя по всему потому что здесь я что-то не вижу вот такое вот дело удивительное дубль 3 так вот немножко еще прогрыз эти поближе хочу показать вот какие полы были отапливаемые под с подогревом вообще интересно их специально не стал рвать чтобы здесь нашим все пацаны тоже посмотрели трубки прогнили ну да и вот этот технологический а да кстати начал грызть бассейн попробовал крепкие заразы елки-палки я смотрю что вот эти вот проволок это арматурка внутри ни капли не проживела ну так если только местами очень мощный бетон особенно вот эта верхушка очень трудно пошла но ничего так а там ниже я вообще не представляю ну хорошо что он так на весу висит на весу висит вот я это кто-то может скажет ой нафига это снимать показывать а вдруг кому-то пригодится вдруг кто-то еще будет рушить бассейн или может быть строить себе бассейн я вот тоже на стройках на разных побывал себе кто-то там бассейны строит ну конечно поменьше не таких масштабов все равно тупо блин прямо на землю ложек корыто и что там потом творится никому ничего дела нет а тут смотрите какая технология он не на столбах а он таких поперечных таких длинных ну как сказать ребрах перекладь перемычках перекладинах таких лежит стоит лежит и человек в любое время может пойти и посмотреть нигде ли там ничего не протекает на самом деле когда мы здесь лазили и смотрели под низом там сосульки такие известняковые висели эти сталактиты и сталагмиты таки тек потихоньку вон сколько я уже прописал и здесь вот пошло глубже видно как бассейн идет в ту сторону глубже глубже то есть расстояние от верха здесь идет так вот под углом там совсем было мелко так а тут пошло больше больше глубже 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 и вот там уже самое глубокое место и резко так раз и вниз пошло там уже глубокая часть бассейна и в этой здесь тоже был оказывается пол я говорил что здесь скорее всего без подогрева здесь оказывается тоже с подогревом вот эти трубочки шли здесь они совсем совсем гнилые ну вот пока до сюда добрались вот это еще надо рушить все это здесь пока сказали не трогать там вроде рыть какой-то кабеля будут откапывать кто-то не знаю с бассейном самим корытом помучиться придется особенно я так понимаю вот эта нижняя часть это придется поковыряться капитально хорошо хорошо ножницы мощные не новая конечно же мощные и вот сам бассейн если целиком и полностью до конца ножницы опускать туда захватывать его куда до самого конца то не берет гидравлика не тянет а только вот самым на самом кончике ножниц последние ну как сказать первые зубья на кончике только ими вот и грызешь тогда да тогда у него силы хватает особенно вот вот это вот дел меня нога вот это вот часть очень очень крепкая очень крепкая но все пока пока все потом еще чем-нибудь ну вот еще маленький дубль на несколько секунд прямо из кабины внешний вид вот сейчас собираюсь вот эту вот первую стойку как-то обгрызть и ну такая мысля но думаю именно этими займусь ну и потом то в общем короче говоря вот эти два пролета можно завалить вот до туда до того торца но вот до этих вот не до 3 столба короче говоря такой у меня план это здесь все окна были кое-какие тут кирпичные кладочки небольшие я все обрушил за исключением столбов а вот там внизу уже идет это уже не кирпичи крепкий бетон то есть основание более менее такое нормальное но я уже не буду снимать как я сам процесс разрушения мне очень неудобно одной рукой а то еще кто смотрит подумаешь и коллега какой-то за рычагами сидит всех собираюсь придумать к этому к этим причин дал am своим меня были видеокамеры одну разбил вторую стащил кто-то я планшетником снимаю просто такой-то где держатель придумать чтобы обе руки были свободны и заодно одновременно снималась все это ладно пока как говорится что-то сделаю сниму выложу тут и так все понятно эх обломал я вас ребята елки-палки такой момент упущен я так красиво эти два столба обгрыз сверху донизу думал сейчас сниму их обгрызанных но вот тот не рухнул я так рассчитывал что сразу два пролета рухнет еще пыль не осела елки-палки какой какое красивое падение было эх ладно падение тут еще будет взлетов и падение в нашей жизни еще будет до хрена вот этот столб еще обгрызанный остался но опасно здесь возле него наверное стоять и как красиво она рухнула надо наверное вторую завалить надо вторую не надо ладно сейчас подумаем вот пару кадров немножко подальше отъехал так немножко издалека посмотреть на что это вообще все похоже ничего так почти половина верхушки ну а вон и наша бригада бригада ух работает до двух с двух до пяти бригады не найти все ну вот и вторую часть второй пролет завалил ну точнее он третий если считать с этим который был самый первый который там по две по одной плите рушил вот сейчас мне главное чтобы ничего на ночь не осталось висеть сейчас просто эти все металлические части по вытаскиваю чтобы металл был там разгребен подгребен и я считаю что сегодняшний день хотя он еще толком и не закончился только после обеда уже много чего сделано вот так все это и рушится ну ладно короче вы поняли ну Продолжение следует...